В феврале 1832 года в печати появляется первая пушкинская сказка о царе Салтане. С ней связано огромное количество мифов, будто бы Пушкин написал ее в дилежансе, когда ехал из Петербурга в Москву, будто бы в ней он изобразил нелюбимую тещу. Догадайтесь сами, в какой из героинь. Но доказанный факт именно с этой волшебной истории начался новый цикл сказочных произведений поэта. Сказки сопровождали Пушкина всю жизнь. В 1814 году он начинает, но не заканчивает поэму «Баба Королевич», в 1935 году печатается сказка о золотой рыбке. А через 101 год в Аничковом дворце открывается комната главными обитателями которой становятся золотая рыбка, 30 витязей, кот-ученый и Александр Сергеевич. Аничков дворец – старейшая из сохранившихся зданий на Невском проспекте. С 1754 года оно несколько раз меняло внешний вид, статус и название. В то время, когда дворец был императорской резиденцией, сюда стремился попасть весь петербургский Вомонд. Допускали лишь избранных. В их число вошел и Александр Пушкин. Здание возвели на большой перспективе по велению Елизаветы Петровны. Изначально цесаревна планировала сделать усадьбу своей резиденцией. Но после восшествия на престол переехала в Зимний дворец, а Аничков передала в дар фавориту Алексею Разумовскому. Если сравнить внешний облик Аничкова дворца с первым изображением на гравюре Якова Васильева по рисунку Махаева, то мы найдем значительное изменение. Так мы не увидим в боковых резолитах восьмигранные купола. Мы не увидим парадное крыльцо с двумя лестницами. Мы не увидим парадный двор с большой гаванью. Гости могли добраться в Аничков дворец на лодке через каналы и гавань, поэтому парадный фасад располагается именно в сторону набережной фонтанки. В 1766 году дворец выкупила Екатерина II и подарила его своему приближенному Григорию Потемкину. С тех пор Аничков дворец приобрел свой строгий классический вид. При Николае I это место стало любимым семейным домом. Впоследствии Александр III именно здесь собрал обширную коллекцию произведений искусства. После революции большая часть ценных вещей и царской мебели была передана в музеи города. Но некоторые интерьеры, которые видел еще Пушкин, сохранились. Парадная лестница вела посетителей дворца в рай на земле. Так называла Аничковое собрание фраелина-императрицы и прибавляла. Есть много званых в небесное царстве, а в царстве царевым в Аничковом лишь 100 избранных персон. Николай I приглашал своих самых близких людей, и балы проходили в такой более семейной обстановке. Сам зал в своей планировке очень небольшой, поэтому музыканты располагались на небольших балконах. Рядом с танцевальным залом находятся две гостиные – золотая и голубая. Примерно в таком виде их видел Александр Сергеевич Пушкин. В этих гостиных проходили салонные и карточные игры. Здесь гости обсуждали последние новости. Впервые на балу в Аничковом Пушкин оказался в 1834 году. Но самое памятное событие, связанное с этим местом, произошло раньше. И не в парадных интерьерах, а в одном из флигелей дворца в квартире Жуковского. В ней юный поэт в 1820 году впервые полностью прочел поэму «Руслан и Людмила» и принял от Василия Андреевича портрет со знаменитой надписью «Победителю ученику». 116 лет спустя при реконструкции резиденции для дворца пионеров на месте бывших великокняжеских спален открылась комната сказок. Стены зала всего за два с половиной месяца полностью расписали художники из Палиха. На корнях дуба зеленого подле кота ученого занял свое место Александр Сергеевич Пушкин «И там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый свои мне сказки говорил». Ближе познакомиться с произведениями Александра Сергеевича можно и через аудиокниги. А вот почувствовать себя по-настоящему героем его сказок и, например, самостоятельно выловить золотую рыбку можно с помощью вот таких интерактивных экспонатов. В музее хлеба открылась выставка под названием «И я там был». Мы постарались сделать выставку таким неким путешествием, по сказкам, чтобы это было интересно и взрослым, и детям. Это сказка о рыбаке и рыбке, сказка о мертвой царевне и семье в готырях и сказка о царе Салтане. В экспозиции представлены и крайне необычные предметы. Это конфетные обертки и жестяные коробки от сладостей. На каждом из них образ поэта и героев его сказок. А вот тут настоящий раритет. К столетию поэта в 1883 году была выпущена серия мини-книг по мотивам сказки «Руслан и Людмила». Это были вкладыши в конфетной упаковке. Коллекционные елочные игрушки, гадальный стол. И вот такие баннеры с изображением Пушкина, где он гуляет по окрестностям Михайловского. Каждый из экспонатов дает глубже понять, насколько близко порой реальность переплетена со сказкой. С первой напечатанной сказкой о царе Салтане связан еще один миф. Будто бы это был свадебный подарок Пушкина Натальи Николаевне Гончаровой. 18 октября 1831 года венчаются первый поэт России и первая красавица Москвы. Легенда вполне могла быть правдой. По воспоминаниям гостей на праздничном ужине Пушкин долго говорил о прелести богатырских сказок и звучности народного стиха. Девки сыплют изумруд, в кладовые да подспут. Чудесная белочка, которая любила лакомиться исключительно золотыми орешками, обеспечила безбедную жизнь и царю Гведону, и его детям, и, думаю, даже его внукам. Но куда складывали ядра изумруды? В древнерусском языке слово «спут» означало некоторый сосуд, емкость, которая использовалась для хранения прежде всего зерна. Отсюда взялось само вот это выражение «под спудом». То есть брали сосуд, переворачивали вверх дном и накрывали какие-то вещи. Тем самым они сохранялись и они оказывались невидимы, то есть втайне. Жил-был поп, толоконный лоб. Но какой-какой у него был лоб? Когда кого-то называли толоконный лоб, это значило, что человек глуповатый, пустоголовый. Толоконный произошло от слова «толокно». Сначала овес на сутки замачивали в воде, после этого на ночь отправляли в печь. Ночью там зерно подсыхало, подрумянивалось, и вот такое зерно дальше начинали толочь в ступе. Потом просеивали через сито. Примерно раз пять повторяли всю эту операцию, и в итоге получалась мука нежного кремового оттенка с очень приятным ароматом. Это и было толокно. А сама-то величава, выступает будто пава. Биологи павой называют самкой павлины. Они относятся куриным, корообразным, очень похожи на нашу обыкновенную курочку. Когда она неспешно и неторопливо идет, выискивая зернышки или каких-то беспозвоночных. Пушкин – гениальный народный сказитель, сумевший воплотить в своих сказках быт, нравы, образы русского фольклора, который стал нам ближе и понятней. Граф подвинул мне кресло, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ. Весна 1835 года. У Пушкина уже трое детей, а он весь в долгах – своих и брата льва. Конечно, Пушкину хотелось приобрести кресло Гампса. Не потому, что покупать мебель у Гампса считалось престижным. Нет, мебель Гампса была воплощением обеспеченности и уюта дома – того, в чем так нуждался поэт. От Гампса сохранились те счета, которые оплачивались после смерти Пушкина опекой, установленной над его имуществом и детьми. Следовательно, кресло было взято в долг. Вряд ли Наталья Николаевна могла позволить себе вот такой шаг – взять дорогое кресло в долг Пушкину. Поэтому выходит, что поэт сам себе купил это удобное кресло. Пушкинское кресло – не просто суперкомфортный предмет мебели, а настоящий трансформер. Спинка откидывается назад на медных шарнирах, а выдвижное подножие превращает его в шезлонг. За левым подлокотником была устроена откидная столешница, увы, не сохранившаяся с тех давних времен. В начале 20 века оно пришло к ковровым покрытием. Потом его реставрировали в 30-е годы. И под ковровым покрытием нашли полосатое что-то. Ковровое сняли, оставили полосатую обивку. А в 1985 году стали его осматривать и нашли маленький кусочек красной кожи. А вот в тех щитах братьев Гамс, в которых указано это кресло, сказано, что оно было красного софьяна. И поскольку нашли этот кусочек по нему и восстановили цвет. Поэту недолго довелось наслаждаться уютом кресла, но он успел его увековечить в своей неоконченной повести «Мы проводили вечер на даче», где один из героев предстает дремавшим в Гамсовых креслах. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим, души прекрасные порывы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Был какой-то юбилей Александра Сергеевича Пушкина. И, как правило, к юбилею всегда готовят какую-нибудь постановку школьную. Я без грима играл Пушкина. Я был совсем маленький, мне не подходил ни один костюм. Тогда были из подбора костюмы, и ни один сирток мне не подошел. Поэтому на меня была просто белая рубашка. Отец отстрочил от занавески вниз. Получилось жабо. Рубашка жабо. Тут же шил мне какую-то плащ-накидку. Слушайте, вот так я играл Александра Сергеевича Пушкина. И мне, наверное, было лет, наверное, 12, если я не ошибаюсь. У меня такая давняя судьба. Вот пойдем мы на улицу спросим, что вы знаете о Пушкине? Какое у вас отношение к Пушкину? Ну, Пушкин и Пушкин. Ну, Пушкин. Памятник Пушкин. Забываю о том, что Александр Сергеевич памятник себе возник. нерукотворный. А Пушкин, наверное, знает все это. Действительно, наше все. Но мы о нем мало знаем. Сказка-ложь. Да в ней красота слога, живость образа и богатство русского духа. Все мы это имеем благодаря Александру Сергеевичу Пушкину. Он наш. И на этом пока все. Субтитры подогнал Игорь Негода.